Больше интересных видео со мной ты можешь посмотреть на моём канале по Майнкрафту и на моём канале по КРМП. Apple жёстко обманули компанию Epic Games. Ола, Амигос, на связи Матвей, неделю назад на своём канале я выпускал видео, где говорил, что Fortnite больше никогда не вернётся на iOS. И я был прав. Было бы всё так просто, но с момента публикации того ролика произошло много новых событий, которые уже начали давать надежды на возвращение игры в App Store. Эти события довели до того, что в один момент я уже подумал, что всё, Fortnite уж точно должен вернуться на iPhone и iPad к концу 2021 года. Но не тут-то было, ведь наружу внезапно всплыл очень жёсткий обман от компании Apple, который раз и навсегда поставил точку в вопросе о возвращении Fortnite на iOS. До сих пор не понимаете, о чём я? А надо было на мою ВГ-группу подписываться. Ну ладно, раз вы уже здесь, то тогда сегодня в этом видео я вам расскажу, с чего вдруг появились ложные надежды на возвращение Fortnite в App Store и как компания Apple жёстко затроллили компанию Epic Games. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моём канале и тебе хоть немного интересная тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку, потому что в наши дни мобильный Fortnite постепенно умирает, и только ты своей подпиской на этот канал сможешь всё исправить. Также обязательно поддерживай наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тег автора мотивкар смело води и покупай исключительно с ним. Ну а также вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешён. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте наконец-таки вернёмся к сегодняшней теме. Уверен, такого вы ещё точно нигде не слышали. Ну а спонсор этого видео канал Артём Кеймс. Этот парень периодически стримит и очень сильно любит дарить подарки своим подписчикам, так что если у тебя нету вибаксов, то тогда тебе точно сюда. Ссылку на него ты сможешь найти в прикреплённом комментарии к этому ролику. Всё закончилось на том, что IP Games пытались вернуть Fortnite на территории Южной Кореи в связи с их новым законом о покупках в интернете. Закон предусматривал возможность пользователям напрямую оплачивать подписки приложения и их разработчикам. Как раз-таки именно из-за этого Эпики и начали конфликт. В свою очередь, компания Apple очень сильно возмутилась такими заявлениями и напрочь запретила возвращать игру на iOS. После этого было затишье, и именно тогда я снял видео о том, что Fortnite больше никогда не вернётся на iOS, что является правдой. Далее, по постановлению суда, Эпики выплатили компенсацию в размере 6 миллионов долларов компании Apple. Итого, одной проблемой меньше. Ну а также вышло небольшое обновление для Fortnite на iOS, в ходе которого удалили вкладку V-Bucks и ежедневно магазин. Также добавили какую-то новую вкладку. В общем, просто хочу сказать, что это обновление абсолютно никак не связано с нынешними отношениями Apple и Epic Games. А вот после этого уже началась реальная жара, ведь в сети начало появляться всё больше и больше твитов от официальных аккаунтов Fortnite и Тима Суини, это если что директор компании Epic Games, о просьбе компании Apple вернуть Fortnite в App Store. Вот вы просто можете представить, что я чувствовал на тот момент, ведь Тим Суини, это тот человек, который говорил, что будет идти против Apple до конца, сам заявлял и умолял компанию Apple вернуть Fortnite в App Store. Конечно же, я в тот момент подумал, раз суд закончен, штраф выплачен, Тим Суини признал своё поражение, может ли это означать, что в скором времени Fortnite всё же вернётся на iPhone и iPad? Я уже решил снимать новое видео на канал, в котором расскажу, что Fortnite всё-таки вернётся на iOS, но решил немного подождать и, как оказалось, совсем не зря. При этом вспомните неоднократные и официальные комментарии компании Apple о том, как они сожалеют об этой ситуации и как сильно они ждут возвращения Fortnite в App Store. И только сегодня, 22 сентября, Apple официально заявили, что разработчик Epic Games находится в чёрном списке App Store и будет там до тех пор, пока не будут завершены все судебные апелляции. Блин, это, конечно же, лютый прикол, потому что на протяжении всего года Apple постоянно заявляли о том, что приветствуют возвращение Fortnite в App Store и нестерпением его ждут. И тут они вдруг кинули апелляции на те обвинения, которые проскочили в сторону Apple и будут ждать, пока что они не оправдаются. К слову, такие апелляции рассматриваются от 4 до 5 лет. Так что, ребят, можем смело делать выводы, что ближайшие 5 лет в Fortnite на iOS нам точно ждать не нужно. Блин, интересно, а через лет 5 Fortnite-то вообще жить будет? Но это ещё не всё. Давайте вспомним по итогам суда, что теперь в App Store можно будет напрямую разработчику оплачивать приложение и подписки. Поэтому компания Epic Games и компания Apple официально подписали договор о том, что компания Epic Games будет выполнять эти требования, как и все остальные разработчики. То есть, грубо говоря, они должны были вернуться, как разработчики в App Store, и выпустить свой Fortnite. Но по итогу Apple выкатывает вот такой вот прикол. Тим Суини сейчас в жёстком негодовании. Я представляю, какой депрессняк он после этого словил, но тут даже я прифигел. Я всегда на протяжении этого конфликта относился к Apple как к правильной компании, которая просто выполняет свои требования. Я всё время считал, что виновата только компания Epic Games и всегда её винил. Но по итогу поднасрала-то компания Apple. Именно они так жёстко обманули компанию Epic Games, которую обманывали на протяжении всего года. Я считаю, это полный пипец, ребят. Компания Apple повела себя максимально некрасиво. То есть, на протяжении всего года они врали о том, что «Ой, нам так нравится эта игра, мы ждём, когда она вернётся в App Store и будем всегда и рады». А по итогу кидают апелляции на все свои заявления, которые будут длиться аж целых 5 лет. И даже при том факте, что они подписали договор с Epic Games о том, что компания Epic Games обязуется выполнять все требования App Store. Что могу ещё добавить? «Нюхай бэбру, лет ты крыса, это шедевратик». По итогу получается вот такая вот достаточно грустная ситуация. Ребят, огромное спасибо за просмотр этого видео. Если оно вам было интересно, то, пожалуйста, поставьте лайк для его продвижения. Также пишите в комментариях, считаете ли вы, что компания Apple поступила максимально подло и нечестно по отношению к Epic Games. А также, если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово «крыса». Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Допокойся с миром, мобильный Фортнайт.